Завязать вещь в мешок задачка та еще. Никто из участников акции самостоятельно постичь ее так и не смог. Секрет раскрыли старшие товарищи. Все гораздо проще, чем кажется. Мы мешок перед собой кидаем, берем вот эту лямку, лямку на руку бросаем, вот так вот придерживаем ручки. Берем вот здесь рукой, вытягиваем лямочку и потом вот в это колечко мы суем верхушку. И здесь мы ее затягиваем. В качестве наставников тренеры спор-клуба, которые уже стали отцами. Ребята, оставшиеся без попечения родителей, они учили готовить еду на костре, оказывать первую помощь. Вместе проходили полосу препятствий с армейским лазертагом. Свои тактические навыки в этом деле удалось применить Данилу Белову. В свободное время парень занимается пейнтболом. В самой акции «Стань примером» участвует по второй раз. Ну знаете, тут очень здорово, тут всего хватает, тут даже нечего добавить. Много людей, ребят, все веселятся, соревнуются. Вот тот же самый лазертаг. Много чего интересного узнаем. В общем, очень здорово, мне понравилось. Мне нравится. Всего спортсмены смогли поделиться своими знаниями и опытом с шестью десятками студентов из колледжа сервиса и торговли, транспорта и дорожного хозяйства, ФСПО «АМГУ». Об этом мне рассказала мой психолог Крещеновская Марина Анатольевна. Мне стало очень интересно. Я согласилась сюда приехать. Узнала много чего интересного. Мероприятие у нас пришло в прошлом году, когда было объявлено в рамках праздного дня отца. Это формирование института семьи и укрепление как раз роли отца в семье. Соответственно, мы этих целей придерживаемся для того, чтобы показать значимость, роль отцовства, ну и, соответственно, формирование семейных ценностей подрастающего поколения. Напомним, День отца в России появился в прошлом году по указу президента Владимира Путина. Его отмечают в третье воскресенье октября. Сергей Варавко, Виталий Антонюк. Программа «Город». Субтитры создавал DimaTorzok